Приветствую дорогая церковь любого господа Иисуса Христа мир вам дорогие братья и сестры я очень рад сегодня быть в родном доме молитвы сердце душа наполняется любовью к Христу дорогие братья и сестры это такое чувство ну за полторы тысячи километров ты ощущаешь любовь Христа его пролитую кровь на Голгофском кресте и как хорошо что мы имеем такие обетования его слово имеем жизнь вечную это такое привилегия для нас дорогие братья и сестры и как мы общим пением спаситель омой своей кровью сегодня мы будем участвовать в его западе который он оставил нам чтобы мы всегда взирали на Голгофу чтобы мы жили его словом его крестом ибо ничего нет ценнее в этом земном мир и никакие приоритеты не должны нас затмить перед его голгофской жертвой пользуясь случаем что мне доверили сегодня первым хочу передать привет от всего Закарпатья от Мукачевской церкви от Нины Яковлевны лично я знаете ощущаю и мы ощущали эту молитву все эти полтора года что я уже здесь больше не был Нина Яковлевна там мы тоже молимся постоянно за все события которые были у вас и которые у нас там ну Господь насколько исцеляет насколько он помогает и насколько он Господь сил он дает силы знаете даже представить не могу что ей уже от восьмидесятый год она уже падает она уже не встает после обеда и каждое утро Господь обновляет так и мы должны обновляться для нашего служения для служения нашему Господу уже в таком возрасте она встает Господь обновляет и физические и духовные силы и она еще полдня работает несмотря на то что масса у нее болезней так и мы тело Христовы должны служить нашему Господу и сегодня в этот день по особенному мы должны воспринимать эти символы знаки хлеб его ломимое тело и вино пролитое кровь за нас грешников на Голгофском кресте хотел зачитать как обычно пресвитера зачитывают перед хлебопреломлением всем знакомые нам стихи ибо всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть Господню возвещаете доколе он придет посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно виновен будет против тела и крови Господней да испытывает же себя человек и таким образом пусть есть от хлеба всего и пьет из чаши сей ибо кто есть и пьет недостойно тот есть и пьет осуждение себе не рассуждая о теле Господнем от того многие из нас немочны и больны и немало умирает ибо если мы судили сами себя то не были бы судимы будучи же судимы наказываемся от Господа чтобы не быть осужденным смиром посему братья мои собираясь на вечере друг друга ждите а если кто голоден пусть есть дома чтобы собираться вам не на осуждение прочие устрою когда приду аминь такие слова Господь нам оставил через апостола Павла в наше назидание двадцать шестом стихе мы смотрим назад мы смотрим назад и свидетель что им о смерти Господа смерть Господню возвещаем крест крест христов напоминает нам какой дорогой ценой мы достались ему господь пошел на него осознанно добровольно и господь проявил такую любовь к нам что отдал сына когда мы были еще грешниками христос уже умер за нас чтобы мы имели оправдание и жизнь вечную это самая основная причина не только сегодня благодарить во все дни благодарит нашего Господа что он добровольно и осознанно пошел на голгофу ради того чтобы искупить нас из этого рабства греха в котором мы тьме этой находились как грязь болото которая затягивала нас и все дальше и дальше и только по господней силе мы смогли выбрать одну ногу а потом и вторую и слава нашему господу что мы имеем такие обетования что мы имеем слово его мы должны это слово как хлеб жевать разжевывать чтобы оно было внутри нас в нашем теле было сутностью нашего бытия чтобы мы жили по этому слову насколько это важно в этот в это время последнее мы не знаем когда господь придет но он придет распятие драматическая сцена такие события ну человеческим разумом даже нельзя вообразить какие страждания перенес иисус христос для того чтобы мы уничтожили свою плоть свою похоть чтобы наша плоть не была хозяином чтобы мы подчинились его духу духу христова мы смотрим вовнутрь 29 стих очень хорошо описывает наше состояние сердца ибо кто ест и пьет недостойно тут есть и пьет осуждение себе не рассуждая о теле господи то есть мы должны прежде всего судить сами себя внутри они кого-то другого и не о ком-то другом говорить тот такой и сякой каждый должен лично свою судность свою внутренность проверить не на опасном ли пути он стоит и сегодня здесь чем мы живем какая наша жизнь какие приоритеты чему мы отдаем больше нашего времени от того многие из нас немощные часто задают вопросы почему мы болеем почему мы то вопрос и тут ответ от того многие нас немощные больны и немало умирает постоянно находиться надо в слове раз в рассуждении является ли иисус христос для нас хозяином нашей жизни и приоритетом нашей жизни насколько это важно дорогие братья и сестры давайте приверим себя и в очищение и сегодня у кого есть какой грех чтобы мы принесли это как кровавленным ногам его ибо он будучи верен и праведен все грехи наши простит ибо мы знаем что только в нем спасение только спасение в иисусе христе мы смотрим вокруг я с утра пришел как радостно быть вообще не с братьями и сестрами вокруг церковь живая бога церковь ты ощущаешь пульс даже и 65 он становится 80 потому что ты ощущаешь дыхание и кровь иисуса христа ты ощущаешь единым целом 10 главе коринфянам 1 коринфянам 10 глава 16 стиха чаша благословения которую благословляем не если при общении крови христовой хлеб который преломляем не если при общении тела христова один хлеб и мы многие одно тело ибо все причащаемся от одного хлеба какие слова братья и сестры мы одно дело от одного хлеба мы причащаемся и знаете как тяжело когда в церкви распри недовольство непрощение как тяжело когда семейный христианские пары распадаются у нас тоже недавно тоже такой случай мукачева произошел брат сеструю уже прожили больше десяти лет и они кстати запорожье брат учился с сашей пилипенко в колледже и он мне помог так очень много и разошелся с женой разошелся с женой и двое маленьких детей там десяти и и и четыре пять как тяжело сколько мы не уомарили все вот статана как старается в это время сделать самое основной разбить семью ячейку христианскую твердыню на которой мы стоим и как это ну не знаю даже как объяснить как горестно что дети при живом отце остались сиротами хоть и мать живая знаете это напоминает когда мы острыми ножами кромсаем тело господне топорами разрываем церковь сами изнутри желая того или не желая мы ему звоним и время дима вернись нет я вашу церковь не не вернусь когда я приехал туда он проповедовал там он был на таком счету он уже должен был дьяконом быть и такой поворот как это было тяжело и для всех братьев сестер которые его знали насколько тяжело это господу перенести и мы должны бога благодарить за все за его любовь за его милость мы смотрим вперед двадцать шестом стихе есть такие последние слова до коли он придет то есть мы должны вспоминать вечерю господню до коли он придет постоянно это не не поминки одноразовые что мы поминаем это постоянно пока господь придет а он придет и нам надо бодруствовать и ждать его второго пришествия ибо оно не замедлит и мы будем уже вкушать вечерю вместе с ним его царстве дорогие братья и сестры какие слова как часто мы читаем книгу откровения насколько в этой книге там написаны все будущее события чтобы нам правильно жить сопоставлять нашу жизнь его словом предположим господь придет сегодня ночью и кого он заберет кто правильно участвовал причастие а кто вообще не участвовал а кто сам не захотел участвовать мы должны постоянно размышлять а его теле господним а его пролитой крови дорогие братья и сестры и как нам надо склониться перед его престолом благодати потому что как было написано не знаю где читал на двери рая дар а на двери ада написано зарплата то есть мы заработали а господь нас по своей великой милости освободил от этого от этой зарплаты и дал нам дар по его великой благодати дорогие братья и сестры и у нас должно с вас только одно прошлое это крест голгофский и одно будущее это его второе пришествие последний главе книги библиотека 22 20 стихом такие слова и как ей гряду скоро аминь ей гряди господи иисусе давайте помолимся дорогие братья и сестры за его любовь за милость и прославим нашего господа в наших молитвах аминь